Мы воспринимаем как чистый прелесть и чистейший образец, а другое оцениваем как кикиморок, вазимода и тому подобное. В 2005 году немецкие следователи Кристоф Браун и Мартин Грюндель понемножку добавляли к женским лицам детские черты. При этом мужчины-респонденты оценивали таких гибридов как очень привлекательных. Ученые заключили, что так реализуется древний механизм. Мужчину подсознательно тянет к женщине, потенциально способной к деторождению, то есть молодой и здоровой. Как еще изучают эталоны красоты и всем ли можно дать научное объяснение. Екатерина Алябьева смоделировала в России самые известные эксперименты по психологии восприятия прекрасного и точно может отличить красавицу от чудовища. Эти молодые люди заняты крайне приятным делом. По моей просьбе они ранжируют по привлекательности фотографии девушек, для чего я им не сообщила. На самом деле это единственный способ проверить новую теорию американского психолога Петра Венкельмана. Он утверждает, что вывел наконец универсальный закон человеческой красоты. Из всего набора деталей, которые могут нас привлекать или отталкивать в человеке, от лица зависит больше всего. Во время его первой мгновенной оценки, она длится всего лишь 50-60 миллисекунд, мозг принимает решение, интересен объект или нет, какое внимание ему следует уделить и стоит ли его запоминать. Очень важный этап, что происходит с изображением, с описанием того же лица на сетчатке. Там уже другое, это не то, что исходно. Эти комбинации светлых и темных пятен и есть то, что видит наш глаз, достраивает картинку мозг. Опыты показывают, что если предложить человеку хаотичное множество точек и спросить, что он видит, испытуемое введет контур человеческого лица. Вот из сетчатки в мозг идет около 18 каналов. Один из них связан с эмоциональным значением стимула. И поэтому в этом пути и были обнаружены нейроны, которые отвечают на объекты, имеющие значение и первоочередное значение для человека или животного. Это на лице. Для своего эксперимента профессор Венгельман сделал следующее. Он взял 60 женских фотографий и с помощью компьютерной программы создал из них несколько усредненных портретов. Мы в свою очередь воспользовались фотографиями кастинга лиц с улицы. Из 300 девушек выбрали 15 наиболее полноотражающих весь спектр. Усредняем попарно. Из двух лиц делаем третье. Затем будем скрещивать с другими уже это среднее лицо. Так в усредненных портретах будут отражены все исходные девушки. Сейчас я буду делать этой девушке нос. Получается, что все уникальные черты девушек превращаются постепенно вот в такие вот более типичные. Если усреднить вот этих шестерых девушек, то получится в итоге вот такой портрет. Таким вот нехитрым способом мы получили три усредненных портрета из изначальных 15 фотографий. Как мы видим, девушки получились довольно похожие. Мы, как и Винкельман, предъявили аудитории фотографии реальные, исходные и компьютерные образцы в перемешку. У Винкельмана искусственные портреты получили значительно более высокие оценки, чем реальные. Мы на достоверную статистику не претендуем, но и у нас усредненные девушки номера 5 и 6 оказались в лидерах. На первое место вы какую девушку поставили? Номер 5. А почему? Ой, номер 6, извините. Мне показалось наиболее миловидной. Я как-то оценивал, если бы я увидел первое впечатление. Это самый некрасивый вариант. А что в ней некрасивого конкретно? Ну, прическа у нее, как будто месяц голову не мыла. Слишком острый нос, острый, острый этот подбородок. Если сравнивать вот эти две фотографии, шестую и девятую, то вот это вам кажется очень привлекательным, а это наоборот непривлекательным. Да. Нейрофизиологи объясняют успех среднего тем, что на восприятие наиболее типичного образа требуется меньше времени, ведь похожие образцы уже хранятся в памяти, они уже оценены и интерпретированы. Обработка информации в зрительной системе состоит из нескольких этапов. Вначале это первичная фильтрация, выбирается область пространственных частот. Затем наступает этап сравнения, сравнение поступаемого изображения, уже отфильтрованного изображения, с тем, что хранится в памяти, что выработано в процессе жизненного опыта. А дальше происходит процесс принятия решений. Нейронные группы, отвечающие за зрительное восприятие, складываются у человека уже в процессе его жизни, в основном в раннем детстве. Мы не рождаемся с готовым мозгом, он строится. От того, как он, то есть то, как он построится, зависит от того, как вы его будете строить, что он будет делать. То есть вот эти вот связи в мозгу установятся в зависимости от того, какое питание этому мозгу будет идти. Питание информационное. То есть, если мозг привык к лицам определенного типа, пропорции, оттенка и научился выделять из них красивые, то заставить его воспринять как красивое лицо не из этого спектра, это требует дополнительной работы. Да, по высоте удобно. Потому что вам придется подбородок положить. А, или чуть-чуть тогда пониже стул. Так вот. Первая и определяющая реакция на образ происходит без участия нашего сознания. Мы не можем ею управлять. Зато благодаря прибору под названием визуальный трекер, его мы обнаружили в лаборатории Смольного института, мы сейчас эту реакцию проследим. Мы будем смотреть, на какие части этих лиц он смотрит и сколько. И тогда мы можем сказать, когда он смотрит на эти усредненные лица, то смотрит он на нос все время. Значит, носы ему почему-то нравятся. Или глаза ему почему-то нравятся, а на рты не смотрит вообще. Ну, это я выдумываю, как вы догадываетесь. Мне казалось, что я самым обычным образом подробно рассматриваю лица трех девушек. Но выяснилось, что основную часть времени я разгадывала один объект. Глаз, точнее зрачок. Особенно на этом лице заметно. Это значит, что пока я смотрела на лицо в целом, фокус моего восприятия был настроен на зрачок. Остальное было на периферии внимания. Так почему глаз? Блик, который на глазах образуется от источника света, он зависит от состояния слезной пленки. Слезная пленка – это не просто водный рассол натрий-хлор. Нет, это целая структура, трехслойная структура. Сверху – это липиды, жиры, которые связаны с гормональной системой человека. И эта пленка, она полностью отражает гормональный состав, состояние индивидуума. Самое простое объяснение реакции моего мозга на это лицо, мне не потребовалось фокусироваться на его деталях, чтобы оценить. Поэтому я практически сразу остановилась на самом важном объекте. А это лицо вызвало чуть больше вопросов. С ним мозг дольше работал. Очень много вокруг таких женоподобных мужчин и мужеподобных женщин. Почему они вызывают раздражение в основном? Они почти никому не нравятся. Потому что, когда мы начинаем распознавать лицо, мы помимо того, что распознаем это как лицо, мы желаем еще понять, к какому полу принадлежит это лицо. И если, так сказать, у нас некоторые затруднения возникают, это всегда негативные эмоции, потому что нас заставили потратить больше времени, сил на, в общем, такое несущественное действие. Выходит, что повседневная оценка лиц происходит во многом бессознательно и выигрывают лица самые типичные. Но когда перед человеком стоит задача сознательно сформулировать свой идеал, результат окажется немного другим. Смещение происходит под влиянием культурных стереотипов. Со временем культуре доминирует представление о женской красоте, характеристиками которой являются вот такие проявления детскости, как крупные глаза, маленький аккуратный носик, подбородок. Сильное влияние в обществе такой тип женской красоты получил в 60-х годах, в эпоху сексуальной революции. Тогда общество смогло разглядеть подростков, молодых людей, как активных носителей сексуальности. Как известно, очень многое при восприятии красоты другого человека зависит от того, как сам человек себя воспринимает. По всяким разным социологическим опросам известно, что только буквально 2% женщин считают себя красивыми. Все остальные считают, что они либо там ниже ростом, чем нужно, либо более полные, чем нужно и так далее. Психологи из Гарварда провели забавный эксперимент. Они долгое время наблюдали за посетителями одного бара, оценивая их внешность по привлекательности. Шкалу получили благодаря предыдущим исследованиям. Выяснилось, что большинство пар наиболее стабильных состояли из молодых людей и девушек, чьи отметки по привлекательности были близкие. Дело было в Америке, но можно предположить, что и у нас партнеров выбирают не из числа самых красивых, а из близких по красоте к собственной самооценке. Железный вывод. Мозг идет по самому простому пути, и когда воспринимает новый образ, и когда подбирает организму пару. Грубо говоря, мужчины с длинными носами выбирают женщин с большими ушами. В общем-то, это неплохо, иначе рот человеческий давно усреднился бы до одной физиономии.